Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. Сегодня в программе. Праздничные дни прошли без эксцессов. Сегодня мы решили по-другому. Вместе со мной на приеме присутствует заместитель главы города. Дебютант Азовской думы Виктор Водоладский провел личный прием граждан. Не стоят эти объекты, но ценность этих объектов, как предпринимательских, она утрачена. Часть объектов торговли попадает под снос. Сегодня в Азове произошел крупный пожар. Сгорела квартира в доме по улице Литейный проезд. Подробности у Татьяны Ивашенко. Сегодня в доме номер 9, дробь 22А по проезду Литейному произошел пожар, в результате которого полностью выгорела комната на четвертом этаже. Что явилось причиной возгорания, пока неизвестно. Хозяйка отлучилась в общую кухню, вернувшись через несколько минут, обнаружила полыхающую комнату. Однако жители дома уверены, что причина ЧП – полусгнившая электропроводка. Часто у нас бывает, проводка замыкает, своими силами ремонтировали, вызывали электриков. Но это, конечно, нам за капитальный ремонт собирают деньги с нас. Позвонили, нам отписку дали. В 1938 году будет ремонт. А у нас проводка вообще, конечно, на грани фантастики. Вот видите, у нас бесконечно на первом этаже, на первом этаже у нас бесконечно выбивало пожары там были, в самом щитке в этом. Ну вот так и живем. Ждем взрыва. И мы оказались в зоне пожара. Несколько человек у нас на третьем этаже осталось заблокированы. Это было, конечно, очень страшно. Я никогда не попадала на такой пожар. Но это были все... Вся лестничная площадка была в дыму, в черный дым. Весь наш пятачок, который на третьем этаже находится, тоже был весь в дыму. Мы заблокировали все двери. У нас в самом дальнем окно находится и пожарный выход. Но этот пожарный выход был забит. Забит палками, досками все. Там проживает одна женщина, которая устроила там себе кухню и забила все палками, досками. И мы не смогли это. Я стала... Открыла окно, стала кричать пожарникам. В результате пожара материальный ущерб нанесен комнатам не только четвертого, но и нижних этажей. Был пожар. Меня затопило. Я сделала новый ремонт. Деньги уплатила. Мне дорого это встало. Ремонт мне сделали хороший. Заплатила, дорого встала. А что теперь мне это? Окажут помощь или сделают этот ремонт. В свое время дом находился на балансе АУМЗ. Когда его готовили к передаче городской администрации, сделали косметический ремонт. Но проводка осталась старая, алюминиевая. При этом ее капитальный ремонт региональным операторам запланирован лишь на 2038 год. Какая-то, конечно, нам нужна помощь. Своими силами мы это не сможем сделать. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. 1 мая в православных храмах состоялись пасхальные богослужения. По данным экстренных служб, день Великого Церковного Праздника и последующие выходные, город прожил без серьезных эксцессов. Итоги прошедших майских каникул сегодня подвел глава администрации Азова Владимир Рощупкин на еженедельном совещании заместителей. Глава администрации Владимир Рощупкин сегодня провел оперативное совещание. Заместитель главы по вопросам ЖКХ Анатолий Рябакунь доложил о том, что выходные дни прошли без особых коммунальных происшествий. Все возникавшие аварийные ситуации сразу же устранялись. Продолжаются текущие работы по благоустройству города. В ряде многоквартирных домов начался капитальный ремонт, за ходом которого будут наблюдать сотрудники администрации. Владимир Рощупкин включил маршрут своего еженедельного объезда и посещение ремонтируемых домов. Еще одна тема совещания – борьба с несанкционированной торговлей. Сейчас, несмотря на увеличение числа рейдов, искоренить проблему не удается. Рассматриваются различные способы решения этого вопроса. Увеличение количества рейдов, патрулирование незаконных ярмарок нарядами казачьих и добровольных дружин. Администрации изучаются опыт других городов и районов по искоренению несанкционированной торговли. Обсуждали на совещании и скорый приезд в наш город двух иностранных делегаций. В ближайшую пятницу Владимир Рощупкин проведет рабочую встречу с гостями из Шотландии и Кипра. Шотландцы познакомят азовчан с национальными танцами и горскими единоборствами, а гости из города Аглан-Жи примут участие в программе мероприятий, приуроченных к Дню Победы. Людмила Улихина совместно с пресс-службой администрации города. Депутат Государственной Думы Виктор Водоладский провел личный прием граждан. Репортаж продолжит тему. Нету ни тротуара, нету ни улиц, ничего, скоро проедет. Это у вас на ЧПТ, да? Ну да, помните. Да, да. И ну аж выше там, вообще Алина, как дождь прошел, падает, руку сломал уже. В приемной депутатах Государственной Думы Виктора Водоладского состоялась очередная встреча с жителями города Азова и Азовского района. Посетители, отчаявшись решить свои проблемы на местном уровне, обратились к депутату. В основном вопросы касались сферы ЖКХ. В связи с этим на приеме присутствовал заместитель главы администрации по ЖКХ Анатолий Рябаконь. Сегодня мы решили по-другому. Вместе со мной на приеме присутствует заместитель главы города по проблемам ЖКХ Анатолий Рябаконь. И вместе с ним мы сразу людям будем давать профессиональный ответ и находить пути решения. Если это не полномочия города, значит дальше уже я выхожу на Вагина, министра, или на Гребенчукова, замгубернатора Ростовского власти, для того, чтобы найти механизм решения. И самое главное, что это позволяет очень сильно экономить время, как сказал Виктор Петрович, на прохождении всех бумаг. Потому что мы сами понимаем, что все зарегламентировано, есть регламенты. Там день пролежала бумага, там. А бывают вопросы, которые человек действительно нуждается в их решении сразу, не откладывая даже, может быть, и на месяц. Ну, может быть, в ЖКХ это в меньшей степени касается. А вот тот пример, который приводил Виктор Петрович, там, по болезни, да, наверное, ждать, пока месяц пройдут бумаги, а потом оформлять человека, может быть, уже поздновато. Поэтому вот этот опыт, он очень здорово. Я считаю, что он очень позитивный. Согласно заявленным вопросам, на приеме Виктора Петровича будут присутствовать все руководители органов власти, чтобы решать проблемы на месте. Так, например, были удовлетворены требования пенсионеров-медиков, которые организовали ансамбль «Радуга». Вот сейчас мы только с Беловым определились, пути помощи, что нужно сделать, чтобы нашим уважаемым медикам, которые сегодня врачам ушли на пенсию, ну, было не скучно дома сидеть, а чтобы они и изучали песенную культуру, они это делают, но и выступали в наших школах, выступали предстудентами и говорили и о своем профессиональном карьерном росте, и плюс, почему они сегодня вот в определенном возрасте решили заняться песенной культурой нашей казачьей. По словам Виктора Водоладского, все вопросы, которые были заявлены ранее, решены. По некоторым из них выделено финансирование. Кроме этого, депутат Государственной Думы рассказал о создании своего проекта по строительству тематической детско-юношеской площадки в районе полкового храма, который будет презентован на днях. Она будет тематическая с 3 до 5 лет, первая часть, это детские площадки игровые, это баннеры, где в том числе ребенок будет в познавательной форме изучать и знать все, что его окружает. Следующая площадка – это такая военно-спортивная для ребят от семидочной стиле, там и стрельба с арбалета, и полоса препятствий. Поворачиваем потом к выходу сюда, к стадиону. Там будет мини-крепость города Азовы, там будет стилизованный казачий курин, где будет лавка сувенирная, там будет казачье утвер, каюки, все. Площадка будет построена за счет поступления средств от спонсоров. Основная цель строительства центра – патриотическое воспитание юного поколения, изучение истории родного края и России в целом. Герман Токарев, Анна Маркова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Часть объектов городской торговли попадает под снос. Об этом сообщил руководитель Департамента имущественных отношений Николай Йохнов. В чем причина? Попытались разобраться наши корреспонденты. С 1 марта 2015 года изменился порядок заключения договоров на земельные участки по размещению нестационарных объектов. В связи с этим Департамент имущественно-земельных отношений провел инвентаризацию, по результатам которой будет проведен демонтаж нескольких объектов. На сегодняшний день проведена была инвентаризация. И, скажем так, ряд объектов, которые находятся, ну предприниматели либо не следили за ними, либо уже в свете изменившейся экономической ситуации в городе, ну необходимость данных объектов в том месте отпала. Каждый пытается, а не стоят эти объекты, но ценность этих объектов, как предпринимательских, она утрачена. Мы предлагаем в добровольном порядке освободить земельные участки. Несмотря на то, что у некоторых предпринимателей договоры аренды закончились, они продолжают работу. Но есть и такие объекты в городе, которые просто стоят закрытыми. В преддверии чемпионата мира, что у нас будет в 2018 году, хотелось бы, чтобы наш город предстал, ну скажем так, в красивой его форме, так, как мы можем показать. Это как возможность дальнейшего туристического развития города. То есть, ну зачем нам показывать старые блещи ларьки, которыми никто не пользуется. А соответственно, да, арендаторы, которые получили претензии, они начали возмущаться, как это так нас выселяют. При этом никаких прав на земельный участок не имея. Всем собственникам, у которых отсутствует договор на аренду земельного участка, будут вручены уведомления для осуществления добровольного демонтажа нестационарного объекта. В случае, если владелец проигнорирует требования, объект будет демонтирован. Все имущество, находящееся внутри помещения, будет вывезено. В течение года собственник может обратиться в администрацию города за его возвращением. Если этого не произойдет, то согласно законодательству, имущество будет переведено в муниципальную собственность. Александр Истомин, Анна Маркова, Юрий Друзякин, Азов-Инфо. В канун майских праздников магазин «Мясной дом» отметил третий день рождения. Акция проходит каждый год. Так, руководство магазина благодарит своих покупателей. Вот уже три года работает в нашем городе магазин «Свежее мясо» торговой сети Мясолюбова, который пользуется популярностью у азовчан благодаря высокому качеству и широкому ассортименту продукции, удобному графику и ценам, более низким в сравнении с аналогичными торговыми предприятиями. Когда мы три года назад открыли магазин, мы, конечно, удивили очень многих жителей города Азова, потому что наш стиль оформления многих покорил. Мы зашли с низкими ценами, что переломило рынок. Всегда продукция хорошая, всегда свежая, продавцы очень приветливые, поэтому я с удовольствием хожу в этот магазин. Хорошие, все свежие, цены не особо большие, очень нравятся. Дело в том, что набор продуктов, посмотрите, настолько эффектный, интересный, и цены, ну, по нашим гадким временам, это нормальные цены. Накануне светлого праздника Пасхи проведен ребрединг. Изменились оформления фасада, интерьер и вывеска. Теперь магазин называется «Мясной дом». Здесь больше мне нравится, я довольна. Беру по многу всегда, по 10, по 12 килограмм, семья большая, поэтому... Это, ну, просто чудесный магазин. Цены тоже чудесные. Мне очень понравилось, я очень довольна этим магазином. Как-то вот лучше мне не встречалось. Да ничего, мне понравилось. Цены такие нормальные. Каждый год в день рождения магазина предприниматель Евгений Лосев для любимых покупателей организует веселый праздник. Многие горожане с удовольствием участвуют в шоу-программе, дегустациях, конкурсах и розыгрышах. А сегодняшний праздник дает нам возможность еще раз понять, что молодые предприниматели у нас в городе есть. Евгений Александрович очень молодой человек. И понимаем, что у нас есть теперь возможность передать то, что мы накапливаем в этой жизни нашему молодому поколению. И Евгений Александрович один из этих людей. Поздравляя предпринимателей Евгения Лосева и коллектив магазина «Мясной дом», заместитель главы администрации города Азова по экономике Николай Болбуцкий отметил, что за три года работы удалось сделать очень много. Во-первых, они создали вот такой прекрасный магазин и не один для Азова, и который полюбили азовчане, потому что Евгений Александрович очень социально ответственный человек. Он и акции делает, и так просто помогает людям. Таких немного, я скажу, которые курили тоже потребительский рынок. Но если было больше таких людей в нашем городе, ну, наверное, было бы меньше недовольства, было бы приятно. Вон наши люди работают, так это ж приятно глянуть. Всегда свежее, вкусное, и никакого вранья. Вот что ценно. Мы будем, конечно, продолжать развиваться. Как вы знаете, у нас самые низкие цены. Мы всегда удерживаем цены на низком уровне. Многие покупатели наши нам доверяют и будут приходить. Приглашаем также новых покупателей к нам в магазин. Магазин «Мясной дом» ждет своих покупателей по адресу улица Ленина, 81, с 8 до 20 часов ежедневно. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. И в заключении программы репортаж о гастролях ростовской труппы цирка Александра Гуревича. Артисты привезли в наш город новую программу. Цирк – это волшебство и магия. Огромная арена, клоуны, животные, воздушные гимнасты, акробаты, фокусники – все это вызывает восхищение к этому виду искусства. Добрый день, уважаемая публикация! Здравствуй, Азов! Ростовская цирковая труппа Александра Гуревича подарила азовчанам праздник. Именно в нашем городе состоялась премьера нового представления под названием «Ехали медведи на велосипеде». Впервые за многих годов наша программа выехала работать по Ростовской области для наших земляков. Мы побывали недавно в городе Шахты, были в Батайске, были в Новочеркасске. Сейчас у вас в Азове, и после вас, от вас мы едем в Ростов-на-Дону. Цирк наш будет там гастролировать целый месяц. У нас очень интересная программа, много дрессированных животных. Ну и, конечно, медведи, собачки, дикобразы – 22 вида различных животных. А также знаменитый популярный клоун «Алекс», воздушные гимнасты и многое-многое другое. Мы хотим, пользуясь случаем, поздравить вас всех с 1 мая и с Днем Победы. Счастья, радости и мира вам, дорогие друзья. Приходите к нам в цирк, мы будем очень рады. Желаю погрузить зрителей в атмосферу радости. Артисты подготовили программу из разножанровых номеров. Немыслимые трюки, воздушные гимнасты, веселые клоуны и виртуозные мастерства жанглёров. АПЛОДИСМЕНТЫ В чем секрет у вас, вот в вашей комбинации, когда вы встаете? Вот видно, что немножко есть какой-то... Но знаешь, как вы справляетесь со своим, берете себя в руки? Вот что вы себе внушаете или о чем думаете? Да нет, это как бы не внушает, это просто работа со зрителем идет у нас. В основном мы все отдаем зрителям. Даже если что-то не получается, все равно надо сделать так, чтобы зрителям все это было на радость. У нас нет такого. Все для зрителя работает. Зрители оценили талант и трудолюбие труппы Александра Гуревича. Даже небольшая арена смотрелась как площадка для серьезных цирковых представлений. Второе отделение цирковой программы состояло из самых сложных номеров это выступление дрессированных хищников. Мне больше понравился клоун. Он играл с мячиком. И смешил нас. Мне больше понравились кошки, потому что они прыгали через огненный шар. Я знаю один секрет цирка, потому что я люблю цирки. Шутка. А что тебе именно в этой программе понравилось больше всего? Собаки. Что именно? Собаки. Что именно в собаках? То, что собаки... Там одна собака была умнее. Она как будто коляску катала. А у вас дома есть собаки? Три. Я думаю, что ты их начнешь тоже дрессировать, так? Они у нас дрессированные. Что умеют делать? Панда делает зайку на две задних лапы. Симошка. Быстро бегает. Барби. Добрый пес. В заключении представления в преддверии празднования 9 мая артисты цирка поздравили с праздником приглашенных ветеранов, дружеников тыла и детей войны. Дорогие друзья, нести им поклон. Благодаря подвигу мы живем. Благодаря им. Наша жизнь продолжается во всем мире, не только и здесь. Нисти вам поклон ветеранам. Ура! Ростовская труппа представила программу в духе лучших традиций знаменитого советского цирка. Увидеть шоу Александра Гуревича можно будет с 4 по 9 мая на цирковой арене, которая расположилась по переулку Маяковского, 77, рядом с гипермаркетом «Магнит». Людмила Улейхина, Анна Маркова, Александр Истомин, «Азов.Инфо». И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Азов.Строй». Построит дом вашей мечты по индивидуальному проекту. Всего вам хорошего. До свидания. Компания «Азов.Строй». Ремонт под ключ в вашей квартире или частном доме. Доступно, качественно и быстро. Команда профессионалов выполнит весь спектр услуг от дизайна интерьера до строительно-отделочных работ. Наш телефон – 226-0077. «Азов.Строй». Мы построим дом вашей мечты по индивидуальному проекту. 5 мая пасмурно. Температура днем плюс 17-19. Ночью 13-15 градусов выше нуля. Ветер восточный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 59%. Уровень воды в реке Дон на 46 сантиметров ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 14 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин